В западных странах постоянно культировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой, ее ядра. Я уже приводил эти высказывания, изыскания некоторых деятелей Великобритании после Первой мировой войны, в ходе Первой мировой войны и после нее. Ну а изыскания господина Дзержинского, где он уже даже разделил на конкретные части всю территорию нашей страны, потом, правда, немножко изменил свою позицию, полагая, что Россию лучше сохранить как антипод Китаю, использовать ее как инструмент в борьбе с Китаем. Не дождутся этого, не пускай сами там свои задачи решают, как считают нужным. Но и так как они их решают, мы видим, что это, скорее всего, наносит им самим вред, и это не приемлемые инструменты. Но то, что они всегда стремились к распаду нашей страны, это точно. Сожаление только вызывает то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей. По сути говоря, вот сейчас я вам отвечаю, и само собой напрашивается вывод. И, собственно говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе США и стремятся, и стремились создать такой антироссийский анклав и вот раскачивать, угрожать России с этого направления. Именно это, по сути, является нашей главной целью – предотвратить подобное развитие событий. Субтитры создавал DimaTorzok